МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом месте, согласно июдейским догмам, будут услышаны молитвы и просьбы любого человека. Как на земле обетованной в Бобруйске открыли стену плача. Не каждый может уже поехать в Израиль. Где найти новую достопримечательность? Отдых под открытым небом. 15 июля заработают палаточные лагеря. Будет продолжена работа по обеспечению безопасных условий пребывания. Чем дети будут заниматься в лесу и кто за ними присмотрит? А также остывшие трубы, чек с сюрпризом и черно-белый июль. Когда отступят тучи? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Зарегистрированы 64 тысячи три человека с положительным тестом. Врачи провели более миллиона 78 тысяч исследований. Эти данные приводит Минздрав. Столичная детская инфекционная больница возвращается к обычному режиму работы. Нагрузка по ковид-пациентам снизилась вдвое, отметил главврач. Первый зараженный ребенок поступил в медучреждение еще в марте. С того момента красные зоны оборудовали в восьми отделениях. Работа всего персонала была направлена на то, чтобы дети достаточно легко это переносили. Больше, наверное, было такой тревоги и паники со стороны родителей. И наша задача была успокоить их, что все будет хорошо. Мы работали в эту инфекцию не только с детьми. Мы оказывали частичную помощь и взрослому населению с различными другими инфекциями. Поэтому нагрузка была большая. Но, мне кажется, мы с ней достойно справились. Красный Крест продолжает помогать так называемым уязвимым категориям населения. С апреля собрано 170 тысяч евро. На эти деньги закупили тысячи масок, комбинезонов, респираторов, перчаток и бахил. Несколько сот медицинских многоразовых костюмов и больше тысячи литров антисептика. Медсестры продолжают помогать на дому тяжелобольным подопечным. Волонтеры доставляют на дом продукты и лекарства. Подсчитано. За два с половиной месяца добровольцы помогли более 30 тысяч раз. Ребенок попал под автобус. Инцидент произошел у остановки стадиона «Спартак». Общественный транспорт ехал по интернациональной. На светофоре повернул на Октябрьскую, где избил 12-летнего мальчика. Тот пересекал зебру на велосипеде. Пострадавший оказался под передним правым колесом. Ребенок получил серьезные переломы и вывихи. Его отвезли в больницу. Никто из пассажиров не пострадал. По информации оперативников, ребенок живет и учится в столице. В Бобруйске был в гостях. Детали происшествия выясняются. Устроил аварию и скрылся с места происшествия. Милиция отыскала и задержала беглеца. Машины столкнулись на Орловского. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. Водитель УАЗа обгонял автобус. Выехал навстречу. Врезался в Рено и скрылся. Обошлось без травм. Позже выяснилось, у виновника ДТП не было прав и автостраховки. Мужчина получил сразу пять административных протоколов. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Аналог главной святыни иудаизма и одного из самых известных религиозных памятников мира открыли в Бобруйске. Работы над стеной плача практически завершены. Остались последние штрихи. Максим Кембель первым увидел новую достопримечательность. Записки будут собирать каждый месяц и отправлять в Иерусалим. Роль почтальонов согласились примерить прихожане Бобруйской синагоги. В еврейском дворике открыли стену плача. Это здание мы всегда так и назвали, стена плача, потому что это остаток от храма. И на нее постоянно, когда смотрели на нее, это было больно на душе, что есть храм, который разрушен. Поэтому и слово стена плача. По словам главного раввина города, идея оборудовать символ Вьеры в еврейской столице Беларуси появилась еще в 2016. Лишь сейчас дошли руки, удалось собрать достаточно средств. Послания, написанные от руки, вставляются в специальные отверстия. На этом месте, согласно иудейским догмам, будут услышаны молитвы и просьбы любого человека. Аналогичный способ общения с Богом используют на земле обетованы. Письма, адресованные Всевышнему, стекаются в Иерусалим со всего мира. Подшипки засовывают трещины рядом с записками от местных жителей и туристов. Стена плача – часть храмовой горы старого города, уцелевшей после разрушения второго храма римлянами в 70-х годах н.э. Она считается самым священным местом в иудаизме. Не каждый может уже поехать в Израиль, посмотреть эту стену на виду. А когда вот здесь, в Бобруйске, у нас появилась своя стена плача, конечно, я очень доволен. Конечно, радуется сердце, что у нас такое возрождение в Бобруйске. Очень хорошо. В ноябре здесь поставят памятник в виде дерева. Внизу расположится звезда Давида, на которой будут указаны города и количество евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Максим Кембель и Максим Галенка. Бобруйск. 360. Несколько улиц в Первомайском районе остались без горячей воды. Коммунальные службы пояснили отключения плановые. Холодный режим прижал к жителям домов Набатова, Днепровской флотилии, шины и энергетиков. Трубы остыли на Приберезенском бульваре, проспекте строителей и звездном проезде. Специалисты готовят коммуникации к отопительному сезону. Работы на этом участке завершат к воскресенью. Расписание отключений доступно на сайте горосполкома. Золотой запас, центр гибридной хирургии и бесконтактные покупки. В стране стало больше интернет-магазинов, что подстегнуло рост. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Президент встретился с активом Минска. В ромашке на проспекте победителей собрались порядка тысячи участников. Высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий, столичные управленцы. Александр Лукашенко высказался о хорошем качестве белорусской медицины, перспективах в экономике и борьбе с коррупцией. Он также заверил, что надо обеспечить равномерное развитие страны. За прошлый месяц золотовалютные резервы выросли на 11,6%. Более чем на 916 миллионов долларов. Основные поступления – выручка от еврооблигаций, размещенных Минфином. Помимо этого, в июне отмечен рост стоимости монетарного золота. Центр гибридной хирургии откроют в 2024 году. По словам экспертов, операции, проводимые в нем, будут менее травматичны для пациентов. К примеру, чтобы провести клапан по сердцу, потребуются малые разрезы или пункции. В Беларуси стало больше интернет-магазинов. С начала года прирост в 6,5%. Теперь общее число торговых онлайн-площадок на просторах Байонета составляет порядка 24 тысяч. Купали 138, Шагалу 133. Сегодня день рождения белорусских классиков. Янка Купала за свою жизнь написал 29 сборников стихов и 4 пьесы. Самые известные «Павлинку» и «Раскиданное гнездо» не расставили на отечественной и иностранной сценах. А его произведения «Спадшина» и «Молитва» вдохновили Владимира Мулявина на создание легендарных песен. Марк Шагал не только написал несколько тысяч картин, но и занимался сценографией, сложением стихов на идише. Его работы, в том числе сюжеты о малой родине, Витебске, выставлены в Третьяковской галерее, Лувре и Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ночлег в шатрии да из котелка задание на смекалку. 15 июля заработают палаточные лагеря. Активный отдых для школьников организуют центры доп. образования и туризма. В этом году выбраться на природу под присмотром воспитателей смогут около 250 подопечных от 12 лет. Смена продлится 9 дней. В данных лагерях ребята будут активно отдыхать, оздоравливаться, набираться сил к новому учебному году. Будет продолжена работа по обеспечению безопасных условий пребывания, в том числе от коронавирусной инфекции. В этом сезоне в области оборудуют 61 профильный палаточный лагерь для 1400 детей. Смены будут различной направленности – туристической, экологической, краеведческой и спортивной. Кроме того, первых воспитанников примет круглосуточный военно-патриотический лагерь на базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка. Города-побратимы и партнеры поздравили Бобруйск с прошедшим днем рождения и днем независимости. Праздничные весточки пришли из Нарафаминска, Грозного и Новомосковска. Они не иное и других. Видео-приветствия прислали участники Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Имениннику пожелали развития, процветания, ожителям здоровья и благополучия. 29 июня городу на Березине исполнилось 633. Привет, Бобруйск! Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Привет! Привет на фрэншском фестивале! Хотим наших соседей-беларусов и ваш прекрасный город Бобруйск поздравить с праздником города и пожелать вам всего самого лучшего. Очень приятно поздравить это приветствие всем любимому беларускому народу из Гавани, Куба. Ваш сервер и друг. Горожане живут дольше сельчан. В среднем на 13,5 лет. Об этом рассказали в главном статуправлении области. В Могилеве и других крупных населенных пунктах мужчины умирают после 69-ти. Женщины почти 80 лет. В деревнях 63,5 и 75 с небольшим соответственно. В восточной части страны зарегистрированы миллион 23 тысячи человек. На тысячу мужчин приходится 1149 представительниц слабого пола. В городе живет без малого 79,5 процентов населения. Чек с сюрпризом. В городских кассах появились брендированные фискальные документы МЧС. К акции присоединили сразу 10 торговых точек в самом центре. Книжные продуктовые магазины с товарами для детей, турагентства. Клиентам этих заведений после оплаты теперь выдают чек с информацией про мобильное приложение спасателей «Помощь рядом». Информации можно разместить мало на кассовых чеках. Мы расположили простые истины. Это такие, как не оставляйте детей одних, смотреть мультфильмы из серии «Волшебная книга», а также при пожаре или при чрезвычайной ситуации звонить по телефону 101 или 112. Вскоре рассчитывают организаторы инициативу поддержит все бизнес-сообщество «Бобруйска». Сотрудники МЧС регулярно напоминают горожанам про правила безопасности. Чеки встали в один ряд с онлайн-уроками, радиоэфирами и полезными наклейками на стаканах в общепите. Июль потускнел. Сегодня город накрыли тучи. За окном словно черно-белое кино. После обеда прошел дождь, поднялся ветер. Днем воздух прогрелся до скромных плюс 18. Надолго ли тренд, расскажем прямо сейчас. В Пинске за несколько часов выпало 39 миллиметров осадков. Это 130% декадной нормы. Ливень сопровождался порывистым ветром, передают метеорологи. Больше всего досталось Полесью. Сильный ветер нарушил подачу электроэнергии в трех районах Брестской области. Пострадали 34 населенных пункта. 14 молочно-товарных ферм оказались обесточены. Без света остались два детских оздоровительных лагеря и птицефабрика. Буря повредила крыши 10 домов. На севере Лондона из-за проливного дождя автомагистраль превратилась в реку. Автомобилисты оказались в заложниках стихии. Движение транспортных средств заблокировано. Китай под властью тропических мусонов. Местным властям пришлось экстренно эвакуировать более 27 тысяч жителей. За месяц погиб 121 человек. В Японии из-за ливней сразу в трех префектурах объявлена наивысшая степень опасности. Еще восьми специалисты предрекли сход оползней. Тысячи людей остаются без электроэнергии. Наводнение уже унесли 52 жизни. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность. Дождей не предвидится. Ветер северо-западный. Ближе к вечеру с порывами до 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до плюс 21. Ночью опустится до 12-14 градусов тепла. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин